Заветные 100 баллов на централизованном тестировании или экзамене – достижение трудоёмкое, но возможное. Ведь долгая и кропотливая работа непременно приводит к отличному результату. Об этом не понаслышке знают выпускники гимназии номер один города Бреста имени защитников Брестской крепости. Трудолюбивые абитуриенты набрали 100 баллов по ЦТ и ЦЭ. У меня 100 баллов за централизованный экзамен по математике. Но выбрал его, потому что собираюсь поступать в АПКУИР, а там надо сдавать математику и зачастую физику. Почему я выбрал именно этот предмет? Ну, с шестого класса у меня есть интерес к программированию, и поэтому вот примерно тогда я решил, что хочу связать с этим свою дальнейшую жизнь. Я начал готовиться примерно в конце десятого класса, то есть уже начал решать какие-то тесты прошлых лет. Начал также анализировать тесты 23-го года, потому что они были похожи на 24-й год. Кроме того, ну, одним из самых важных, как это сказать, нужен грамотный преподаватель, который знает предмет, который может нормально научить, который не будет просто говорить, сидите, считайте учебник, который в этом предмете разбирается. Ну и, в принципе, в подготовке все. Если брать по баллам, то у меня 100 по математике, 90 по русскому, 97 по аттестате и 98 по физике. Я золотая медалистка, здесь получила аттестат особого образца, золотую медаль. Также была олимпиадницей по биологии и вот в девятом, десятом классе доходила до республиканского уровня. В одиннадцатом классе также выиграла, получила диплом в университетской олимпиаде Гродненского медицинского университета. У меня 100 баллов по ЦЭ по белорусскому языку. Готовилась как в школе, на уроках, так и дома самостоятельно. Я покупала сборники ЦТ, ЦЭ прошлых лет, тоже сама их прорабатывала, обращала внимание на свои ошибки и тоже уже с ними как-то разбиралась, работала. Но, конечно, огромный вклад вносит и учителя, и подготовка к конкретной школе на предметах. Ведь можно было посещать и факультивные занятия, и на них также задавать вопросы, которые тебя волнуют, готовиться с учителями. Я набрал 100 баллов по физике, но, получается, готовился я с репетитором, также готовился сам, прорешивал варианты прошлых лет, ну и, конечно, посещал уроки в школе. Хотелось бы, конечно, поблагодарить педагога Елену Александровну за проделанную работу. Предметы, по которым выпускники успешно сдали экзамены, они любят с детства. Поступать амбициозные битренты хотят столичные вузы. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Белорусский государственный медицинский университет. Мне всегда нравилось, наверное, ощущать, что ты помогаешь людям. То есть я бы всегда выбирала между специальностями, которые контактируют с людьми, когда ты проводишь время с ними. И мне очень интересно в целом, то есть анатомия человека, знать, как мы устроены, знать строение и как применить эти знания уже на практике, будучи профессией врача. С детства у меня был интерес к тем более техническим наукам. Родители постоянно говорили, что у меня больше математический схват ума. Ну, наверное, именно поэтому я выбрал эти предметы. За свои успехи ребята благодарят своих вторых родителей, преподавателей. Ведь без их чуткого руководства, знаний и опыта они бы не достигли таких результатов. А больше всего вчерашним учащимся будет не хватать общения со своей гимназийской семьей. Елена Семеновна Котина у меня учитель шестого класса. Он достаточно строгая, однако не сказал бы, что она является такой каждый день. Именно ее профессионализм помог мне достичь отметку в 100 баллов. Ну и в принципе я очень благодарен ей за то, что она смогла так чудесно подготовить не только меня, но и остальных. То есть были люди, которые писали на 75 баллов и написали С на 90+. Наверное, общение, потому что, мне кажется, будет сложно построить новые связи с абсолютно незнакомыми людьми, в отличие от гимназии, где уже все друг друга знают и все друг с другом ладят. Перед каждым, кто может набрать на централизованных тестирования экзамене максимальные 100 баллов, открываются двери в успешную и интересную жизнь. Будущим абитуриентам наши герои рекомендуют учиться, не нервничать и не забывать отдыхать. В первую очередь это не волноваться, быть собранным, потому что это важно и на протяжении года, чтобы не тратить лишних нервов, лишних сил на подготовку, и также на самом экзамене, потому что, мне кажется, это играет ключевую роль, потому что именно в тот момент нужно уметь собраться и сделать все правильно, как ты считаешь нужным, а нервы зачастую мешают в этом. И готовиться, конечно, с самого начала года, наверное, чтобы под конец не была сильно большая загруженность, напряженность и с документами, и еще с экзаменами, чтобы они чувствовали себя более готовыми, что ли, к предстоящему экзамену. Во-первых, надо готовиться, надо достаточно много трудиться, потому что ничего не будет, если ты не будешь достаточно много работать. Помимо этого, очень важно бороться с выгоранием, потому что я сам с этим сталкивался, я решал, и на середине года мне стало как-то скучно, стало неинтересно, но после этого я все-таки взял волю в кулак, начал дальше готовиться, ну и, в принципе, заработал 100 баллов. Самое главное, опять же, бороться с выгоранием. Также на экзамене волнения не будет, волнение должно уйти примерно после того, как ты начнешь решать задание, так что насчет этого бояться точно не стоит. Главное, это, конечно, основательная подготовка, но и не стоит забывать, также стоит брать во внимание то, что не должно быть никакого волнения, потому что из-за волнения чаще всего допускается большинство ошибок, за которые потом, впоследствии, более обидно будет. То есть, где-то обсчитался, где-то что-то не увидел, поэтому, да, нужно максимально успокоиться и сосредоточиться. Кстати, прием документов на бюджетную, наочную, заочную форму в государственных вузах запланирован с 12 по 17 июля. Василий Набуцкевич, Дмитрий Лесленюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok